на россии максимум 8 процентов рейтинг путина 30 процентов рейтинг зюганова тоже 30 и жириновского таскать но процентов 15 то есть практически я хочу сказать что они в общем-то идут на зря в назрю если были бы реальные выборы давали бы реальную возможность людям выступать с экранов и так далее то путем унесло президента были бы второй тур и никогда унесло президент а это плохо или хорошо вчера в думе прекрасно было зюганова выступления геннадий речи после выступления путина но он сказал как-то произвел фразу выпаде чем дело ситуация с этим том что сегодня оппозиция живет состояние когда президент может а распустить партию запретить довольны процеденты были когда ельцин пустил пытался распустить нижнюю палату таскать накануне голосования за импичмента и так далее но мы это парадоксальная страна что распустить партию запретить это одну это может быть все что угодно сегодня поэтому он сегодня вынужден но вести себя но где-то деликат не так агрессивно нападать на власть понимать что у него за плечами партия что за плечами сотни миллиона людей и так далее и он где-то произнес фразу в одном из интервью очень интересно он сказал так дословно что но странатор залена это в устах лидера оппозиции это очень много говорит и поэтому я присоединяюсь к этому сказали странатор залена экономики нет мы превратили сегодня сырьевой придаток нет промышленности нет ничего ни одного завода не построены поэтому ситуация такая я понятно но более-менее с выборами понятно что не согласно с выборами так же вся ваша партия ну и есть еще одна политическая новость тоже достаточно уже давно просто мне были в эфире не могли обсудить вот вышел закон не знаю точно как он формулируется но из него я понял одно что сейчас например даже я если захочу могу создать себе партию набрать нам не только 500 голосов и партия методия колчанова в принципе имеет возможность для существовать нет вынесли изменению законно-политических партий до сегодня еще не все не все чтение прошли кстати или я не готов сказать подписал президенте подписал он подписал уже да и до 500 человек членство в 500 человек подтверждаете и вы регистрируетесь как политическая партия имеете право участвовать в выборах но в данной ситуации вы не имеете права создавать блоки вот в чем аспект в данного изменения в данной практически законополитической партии состоит то что нельзя создавать блоки а это в общем то и есть катастрофа почему но сегодня допустим они говорят уже 70 из партии лежат документы на регистрации но толку что например виктором пилов у него прекрасно и была партия трудовая россия да и сегодня нам создаст эту партию но максимум что они могут набрать это пол процента там еще удальцово так левый фронт в тоже максимум процент полтора два но если бы они создавали фон фронт допустим или терехов до союз офицеров я кстати в двенадцатом году шоу по сталинский блоки государственную думу если бы они могли создавать блоки как это было выбор девяносто девятом году то фактически они бы набирали проходили пяти проценты и в доме была бы такая мощная лево радикальная партия партия улиц что называется такие знаете такие бешеные как было во французском парламенте но сегодня блоков нет поэтому реально будет 2 3 партии 2 3 4 партии как как сегодня в государственной доме роли большой на политический фон это не играет в общем-то ну действительно в этом плане правы были оппозиции когда комментировали этот закон да и о том что но вся политическая жизнь она закупорена вот такая конституция была 90 году принято что в следующем году будем отмечать 20 лет этой конституции и мы бы искать 20 лет трагедии почему сегодня полномочия президента статья очень среди конституции таковы что президент назначает всех президент может распустить нижнюю палату если она три раза не утверждает контуру премьера президент представляет контуру генерального прокурора совет федерации назначает всех силовиков назначает премьер-министра то есть практически все судьи назначают законодательная власть означает власть судебный это нонсенс она должна избираться то есть данной ситуации я почему потому что по конституции третья статья вся власть присутствует народу а если статья десяток и что все власти три власти являются самостоятельными источником власть является народ то есть это он должен формировать все три власти но сегодня президент назначает судей это главная проблема то есть вот он говорит о том что я горит за 10 лет выставил главный вертикаль власти но это вертикаль которая похоронила всю общественную жизнь вы видите как проходят выборы на местах вот я в марте баллотировался были вбросы я до сих пор не могу дело уголовно возбудить по городской думе там сидит кто угодно лидеры преступных группировок мафия жулики но людей которые представляют что общественный спектр там нет там сидят люди с образованием так сказать техникумы пищевой там и да далее естественно что все общественную жизнь и законопателем поэтому вот такая проблема слушались а можно задать философский вопрос после того что ты все это сказал как ты считаешь философский ну типа в той стороне да вообще как считаешь сам русский народ себя уважает нет вы знаете и вот я хочу сказать что у нас очень интересная страшно интересная история вот не случайно говорят что например познание истории нашего вообще любой что любого старта она бесконечна ведь он здесь работа например сидорова кожина который совершенно по-другому многие страницы истории показывают я бы сейчас потрясающе да я не знаю из факи сегодня обсуждают эти по тематике почему не собирают круглый царо кстати вот сидоров пишет своих работах это далее интереснейшие вещи что первая гражданская война в россии произошла с принятием христианства ведь когда владимир принял христианство по византийским канонам он сжигал не только перунов до статуи перуна владимир в киеве в киевской руси но и книги ведические книги и когда нам на кольп на поле куликовом кстати чтобы вы знали и в стане мама я пели оды в перуну и в русском саде почему потому что по большому счету татары это и были это сказать этносы которые были вхожи в русское поле и так далее единственно библидей который сохранилась в новгороде потом иван грозный и вывез в этих ведических книг таска и первая война уда расколы которую даже правда ярослава не спасла когда он дал престол наследие так далее она была вызвана тем что древляне и так далее они не хотели принимать христианство в том виде это была своя религия свои таскать боги свое ведущие свои книги были берестяные книги и так далее и вот эта библиотека ивана грозного грозного это и есть то библиотека вот те ведических книг таскать старославянских дохристианской руси которые бы есть таскать русь изначально это раз потом не случайно говоря что церкви радонежский он и был ставленником той ведической руси таскать в христианской церкви когда он да да но я вот еще я крючка что вот 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 эти вот нюансы связано то что про народ это далее еще раз говорю у нас интереснейшая история у нас интереснейший народ просто людьми надо заниматься нужно воспитывать рассказывать что поэтому такая ситуация но то есть я так понимаю что не совсем себя русский народ уважает да нет ну во первых вас логически вот в логике аристотеля сегирина есть такая ошибка на это расширенная посылка например все рыжие жулики бессонов рыжие то есть вот здесь в данной ситуации у вас посылка очень расширена и соответственно выводы вопрос вас не конкретно сформулируем конкретно формулируйте когда будет ответ конечно вам не вина как всегда нет не нужен но есть у нас звонок давай узнаем что человек хочет а здравствуй доброе утро да давай согласен а во-первых спасибо да во-первых дикой коррупции дикой дорожные фонды и так далее во-вторых еще раз говорю вот у нас в стране переход единиц в температуру через ноль происходит по 20-30 раз в году такого дорожного таких условий нет ни в одной стране мира кстати есть технологии сегодня которые позволяют все это избегать но сегодня такова ситуация мафия так сказать говорят что было покушение на убийство автора этих технологий так далее коррупция дикой коррупция проблема как раз несменяемость власти отсутствие контроля отсутствие системы разделения властей подожди то есть есть человек подожди давай за качеством поговорим нет я это понятно бы поговорим просто это прошло мимо я должен это усвоить в своей голове то есть человек который придумал как сделать так чтобы дороги в россии были не односезонная на длительное время да в израиле он уехал в израиль покажение москве было 90-е годы репортаж был хороший показывали такие технологии есть они еще советские время применялись позволяющие удешевить стоимость ремонта в десятки раз но понимать да да но каждый год же выделяются огромные деньги которые дают ремонт и ямочные и так далее но это же деньги вы прекрасно понимаете качество дорог каков можно и нужно бороться нужно бороться с коррупцией проблем нету и сегодня даже уголовное законодательство позволяет расследуйте проводить экспертизы возбуждайте и по большому счету давать реальной срока все это можно остановить но к сожалению коррупции так давайте прервемся на небольшую музыкальную рекламную паузу на долго сейчас рекламный блок